По всем времени мы потихонечку начинаем наш рассказ о семерческих и настольных релевых играх. Если Тиара хочет рассказать, она может рассказать сама. Тиара может донести. Отлично, поэтому рассказывать пока будет Юра про то, о чем вообще речь и ничего вообще происходит. Да, всем привет. Меня зовут Юра. Многие из вас знают меня о Горбе Моргана. Соответственно, Никита. Я думаю, тоже многие из вас его знают. Ну, чуть-чуть. Икраина, да. Собственно, тема сегодняшней встречи это коммерческие и настольные коммерческие релевые игры. Настольные. Настольные. Да, именно настольные. Хотя чуть-чуть мы поменем не только их. Собственно, наверное, сначала стоило бы задать вопрос о том, как мы сегодня вообще будем общаться. Мне хотелось бы построить сегодняшнюю встречу не как просто вещание. Я говорить смогу долго, интересно или не очень. Но мне хотелось бы диалога. То есть периодически все-таки мы будем обсуждать какие-то вопросы и интересоваться, какой у кого есть опыт, чтобы обсудить какие-то форматы, которые, возможно, мы не знаем. Но давайте начнем с того, что такое вообще коммерческие настольные ролевые игры. Основной признак коммерческих ролевых игр заключается в том, что за них платят деньги. Ну, как бы это логично. Однако, начать, наверное, стоит с того, что, во-первых, какие они вообще бывают, а во-вторых, из чего состоят. Какие бывают? Я бы разделил это на два основных этих блока. Мне с Никитой как раз перед началом немножечко на эту тему поспорили. Я бы разделил это как развлекательные игры и так называемая сфера игропрактики. И то, и другое можно отнести к коммерческим играм. Однако развлекательная игра ставит перед собой цель, прежде всего, повеселиться, just fun. А игропрактика ставит перед собой цель достичь какой-то конкретной, ну, решить какую-то конкретную задачу. Обучить кого-то, сделать реабилитационную игру, развивающую детей, в общем, и так далее. И то, и другое пользуются спросом как коммерческая игра. Другое дело, что у них немножко разные целевые аудитории. Давайте начнем с маленького вопроса. Как вы считаете, кто является аудиторией для коммерческой настольной ролевой игры в развлекательном формате? Есть какие-то идеи? Ну, а корпоративные какие-нибудь? Корпоративные. Я, наверное, даже не буду переворачивать. Именно настольные и корпоративные игры. Да. Абсолютно с этим согласен. Готов и смысл их клеить. Кстати, Тадмай что-то рассказывал, как он им продавал. Прямо нормально так. Корпоративный сектор, давайте так. А еще, их мало, потому что они обычно удивляются. Но вообще по-каку. Насчет мало я с тобой не согласился. Большая часть моих клиентов это про-каку. Прикольно. Прямо по корпоративному заказу. Озон, Спортмастер, еще ряд компаний. Армаз. Это игры внутри каких-то компаний. Еще какие-то варианты? Вопрос в том, что нужно будет говорить для коммерческих волевых игроков. Для развлекательных игроков. Развлекательных игроков. Ну да. Может родители-то для каких-нибудь детей, у которых... В детской серии. Дети и их родители. Чего варианта? Просто русские компании. Люди, которые играют в бот-гейм. Я бы сказал, что люди, которые играют в целом. Все, кто играют. То есть, в целом, брейберов сюда тоже можно отнестишь. Те, кто в компьютерные игры играет. Телефно-столки или нет. Да. Вы сейчас накидаете множество, в которые входят вообще все. Давайте просто обозначим это как игроки. Потому что здесь действительно есть целый ряд сообществ. Похоже на вариант и прочее. Нет. Ну, в принципе, в какой-то мере, на самом деле, это достаточно узкое сообщество. Однако, точное слово, это игроки. Потому что это люди, которые уже отчет отыграть. Например, ролевое сообщество. Игра не заканчивается на ролевом сообществе. Они уже знают, что такое настольные ролевые игры. Может быть, варгеймы. Да. Они тоже уже знают примерно форму того, как это работает. И варгеймы, кстати, занимают очень крупную нишу на рынке коммерческих настольных игр. Это просто чуть-чуть другие настольные игры. Но, собственно, Никита, опять же, может все об этом рассказать. Благо, что Фронтир сочетает два формата сразу. По большому счету, это действительно основная целевая детали. Однако, помню, с чего я начал, что основной признак коммерческих ролевых игр заключается в том, что за это платят деньги. И если вот здесь и вот здесь это, в принципе, не вызывает особых вопросов, то это люди, которые, в принципе, привыкли к платной развлекательной услуге. Широко с пинахоминами. К платной развлекательной услуге, типа похода в театр или, там, не знаю, покупки кино. Ну, ладно, сейчас с этим, может быть, уже немножко по-другому. Но, тем не менее, культура платных развлекательных услуг достаточно хорошо развита. То в сфере игроков это вызывает определенные нестыковки, скажем так. То есть, вот эта целевая аудитория в этом плане самая сложная. Уточнение, мы сейчас говорим, плата за, скажем так, набор игры или за плату за проведение игры? За проведение игры, за проведение игры. Плата за проведение игры. Ну, за набор тоже у некоторых называют. Я бы даже сказал за организацию игры в целом, потому что там не только проведение, там еще там сбор, реквизиты и все. Давай бы, кстати, я бы вот эту часть уже подхватил и переродил немножко на интерактив. Потому что, вообще, действительно, концепция коммерческих игр, она для очень многих вызывает вопросы, особенно в нашем ролевом комьюнити, где мы все такие, люди стараются делать, что мы все друзья, комьюнити, вот это все. И интересно, какие вообще, по вашему мнению, ты там приходишь к человеку, говоришь, можешь дать мне денег, я тебе игру проведу. Какие у людей проблемы с этим возникают? Это по любви должно делаться. Да. Хорошо. Сайклору дороже, как известно, да. Еще. Если я заплатил тебе денег, откажи мне услугу, будешь бесплатно. Раз мы больше не друзья. Я спрашивал про проблему. В чем проблема в услуге за деньги? Из чего вы мне качество говорите? Из чего вы мне качество говорите? Качество, да. Я не вкладываюсь. Это ты мне оказываешь услугу, это не сотрудничество. Это билет. Конечно, проблема. Сейчас. Я хоть... Накидываем, накидываем. Исчезает. Это прям очень большая цепь. Бежим, исчезает. Потому что ты, ну, будешь что ли провести игроку, накидывай. Бежим. Издели меня. Бежим. Сделаем это хорошо. Есть что на эту тему заметить? Нет, сейчас у нас у всех есть, просто мы накидываем сейчас вот именно этот кусок. Проблема такая, не знаю, как коротко сказать, что, допустим, когда мы мастер, там, или я, там, кто-то вводит бесплатно, Понятно, что человек заинтересован, ну, просто ему интересна эта тема. Проблема такая, я не уверен, что... Даже если я, ну, заплачу денег, то есть он будет вводить, допустим, за деньги, ну, будет ли ему интересно, понятно, да? Качество. Это не вопрос ни к качеству. Это к любви. Это скорее к любви. Возможно, вопрос к любви. Хорошо. Смотрите, есть действительно основной вот этот вот набор вопросов. Я, кстати, отмечу, что примерно те же вопросы есть у мастеров, кто вводит. То есть я, например, очень долго размышлял о переходе в коммерческий формат, вот примерно как раз вокруг этих вопросов. И наш опыт показывает некоторое количество решений, которые, вот, действительно, на них существуют. То есть момент первый про обувь. Вообще говоря, да, мы являемся неформальным сообществом, которое радостно занимается своими вещами не коммерческого формата. Но при этом, как уже упоминалось, у нас огромное количество творческих и вполне себе интерактивных форматов существует с коммерцией. Потому что, например, как бы для нас нет у нас в голове никакой дикости с тем, что музыкантам мы платим деньги. Иногда мы платим деньги в переходе, что нам понравилось, иногда мы хоть платим деньги в пиф-магазине и продвинуть. В конкретную вещь. При этом мастерское искусство почему-то считается чем-то таким, что должно существовать вне этого контекста и вне вознаграждения. Исчезает ли при этом любовь, до чертова знает. У нас в игре много сотворчества, и это очень сложная инструментально решаемая задача про то, как сохранить при оказании услуги вот это вот качество и вот эти правильные игровые отношения. Можно я сразу расскажу, почему сравнение с музыкантами или там художниками на самом деле не ревнивантно? Давай. Потому что в этих классических видах искусства между творцом и потребителем изначально заложена дистанция. А в интерактивном искусстве дистанция минимальна, и не всем вообще осознается как существующая. Я считаю, что дистанция очень важная в... Да, она не осознается, как бы... Что же? Когда игрок все время сидит за одним столом с мастером, это совсем не то же самое, что зритель, который в театре смотрит на... Но иммерсивный театр ведь тоже обычно платный. Смотри, сейчас попробую тебя понять. Ты считаешь, что более плотное взаимодействие с мастером подразумевает, условно говоря, то, что не существует произведения отдельного от него? Почему это не связано с отношениями творчества к хитей? Человек совершает некое действие, если другое его вознаграждение. Речь идет о том, почему сложно перейти в этом виде искусства на коммерческие рельсы, потому что между творцом и потребителем очень низкая дистанция. Мы делаем одно дело, почему я плачу им, а не надо. На самом деле, это, возможно, вопрос конвенций изначально. Они закладывались в диверсия, у нас только, в стране, когда слово коммерция... Еще и все забыли слово спекулянт. Да, да. Ну вы, давайте опять забыть слово. Смотрите, и начальная конвенция была как раз в том, что это все точно по любви. По очень меткому замечанию. А по любви это не за деньги, за деньги это уже плясство какое-то. Ну да. Мне кажется, вот этот вот конвенциональный момент, он очень важен для многих, кто... Люди входят в эту конвенцию, приобретают от тебя. Конечно, конечно, она же транслирована в комьюнити, действительно, с диверсиями. Вот. Мы чуть-чуть начертили более-менее аспект от проблем. И, собственно, вторая часть нашего рассказа, она, собственно, про создание ценности. Условно говоря, да, там любой продаваемый товар, он умерит value. То есть, некоторую ценность, которую приобретает человек, когда платит за этот товар. То есть, ответ на вопрос, за что мы, собственно говоря, платим. Спасибо. К большому счету, вот эта value ценности этого товара отвечает на вопросы, решает эти проблемы. Ну, очевидно, что H, правда, как бы создание ценности игры, оно должно опираться на вот те проблемы, почему, как бы, за нее не надо платить. Соответственно, факторы ценности, которые мы выделяем, в любом случае, первый, который мы видели, это качество, он, в общем-то, замачивает. Что, вообще-то, игра имеет некоторое качественное исполнение, то есть, это подготовка, это организация, это наличие у людей спотлайта, работа с их целями, ожиданиями и прочим. Это достаточно хорошо проработано и сейчас, в плане теории инструмента, которыми надо пользоваться и которыми можно создать людям хорошо и весело. И, как бы, вообще, продать некачественную игру вообще нельзя, потому что, как бы, это первое, зачем люди поисклиниться. Хочешь добавить? Да, я хотел бы добавить к теме именно качество. С одной стороны, качество можно рассматривать на основе каких-то технических параметров. Да, там, какие-то фигурки используешь, насколько ты красивые карты рисуешь и так далее и тому подобное. Скотлайт как распределяешь. Однако, вторая сторона качества заключается вот в том, что прозвучало на предыдущей лекции про горящие глаза. Когда мастер сам вкладывается в это творчество и увлекает за собой игроков. Это тоже можно отнести к качеству, потому что с мастером, с которым играть ему интересно, играть и не будем. Я бы, кстати, это выделился отдельно. И сюда же? Да. Вот сейчас как бы. Почему я... Позвольшь мне эту неделю? Хорошо, давай. Это очень важный момент. Потому что вторая вещь, которая возникает, когда мы переходим в коммерцию, кроме качества, это некоторое более профессиональное отношение. Когда мы говорим про то, что исчезает со творчества, потому что мы близки с мастером и так далее и так далее, с одной стороны. С другой стороны, есть вещи, которые... Ну, например, у меня есть очень четкий формат игр некоммерческих и коммерческих. В некоммерческих есть очень много вещей, которые я себе могу позволить. Например, что вот у меня есть некоторый сюжет, в этом сюжете поиграют вот этот игрок, вот этот и вон тот. Остальные, которые в нужный момент как бы не сделали нужных действий, они, скорее всего, окажутся на периферии и быстро закончатся. Когда я делаю игру, у меня есть некоторые обязательства перед игроками и обязательства в работе с игроками. При этом, с другой стороны, те ресурсы, которые я от них получаю, позволяют мне работать с ними сильно больше, чем в игре, которую я делаю самостоятельно. Это, скорее, именно вовлеченность мастера, которая в этой ситуации становится лучше. Тут говорили про страх, что, как бы, вот такой, он, допустим, за свои деньги и сделает фигню. Но, в общем-то, опыт показывает, что те, кто так делают, очень быстро заканчиваются. Потому что, ну, вот, у нас есть статистика примерно на, сейчас, 60 летах, где-то 11 мастерах. И, как бы, да, мастер, который не включен в игру, не занимается опорчивством с игроками, игроки достаточно быстро говорят, можно там какую-нибудь другую. Кстати, какую-нибудь другую найти не очень сложно. И, как бы, остаются те, кто понимает, что с игроками надо работать и в это включаться. Дальше есть еще один очень важный кусок, который тоже возникает из опыта, вот, например, для меня был совершенно неочевиден, который, собственно, возникает где-то вот между вот этих всех сближений и отношений. Это вообще другой уровень структурности, другой уровень дисциплинированности. Когда люди водят продолжительную кампанию, да, с одной стороны, как бы, ну, кто-то не пришел, кто-то сказал за пять минут до игры, что у него сегодня, там, котик, мама, бабушка, прабабушка, иногда это был мастер, иногда это был кто-то, и вроде всем нормально, потому что все друзья, и мы такое все прощаем и забиваем. Когда возникают деньги, у людей качество и пунктуальность возрастают очень сильно, и это прямо очень сильно зависит на то, насколько хорошо сделана игра. Это структурность, дисциплинированность. Ответственность. Ответственность, да. Спасибо. А вопросы задавать можно? Да? Вот мы сейчас, я думаю, что бьем, ничего-нибудь хотим докинуть? Ну, здесь есть еще ряд моментов, который тоже сегодня частично озвучивался, что игрок приходит и говорит, сделай, не интересно, и сам, в принципе, для этого ничего не делает, но я бы сказал, что здесь это работает с большими вариациями. Есть игроки, которые действительно так делают. И тогда мастер действительно может подготовить ему практически его под ключ. Кстати, персонажи придумают сюжет... Я не видел, кстати, ни одного игрока, который, когда ему говорят, сделай, неинтересно. Нет, я тоже видел, они у нас сейчас ушли уже все, потому что... Это, кстати, как раз характерно больше для нервового сектора, которые просто сами не умеют и не знают, как это работает. Они приходят и говорят, что они ни разу такого не видели. Пожалуйста, напиши нам персонажу, накидай цифры и расскажи, как это играть. И да, мастер ему это делает. Однако, достаточно много игроков, которые, даже из того, что я сейчас упомянул, начинают вырастать со творчеством, потому что, как только они получают какой-то старт, они начинают вместе с мастером что-то творить. И... Он всегда ходит в качество, потому что формат у нас предразумевает со творчеством. Если игроку нам неинтересно, это не его товар. Ну, тут есть тоже нюансы. Могут быть игроки, которые играют в это, но не очень хотят вкладываться сами там очень активно. Вторая полярность, когда игрок говорит, я сделаю все сам, пожалуйста, дай мне только правила. И потом такой приходит с огромным количеством личного контента. Это тоже, кстати, одна из проблем, может быть, с совмещением этих контента. Я, собственно, что хочу сказать, что в качество в том числе входит возможность играть так, как тебе удобно. То есть в коммерческий формат ты можешь как сам все придумать, так и все отдать мастеру. А также выбрать любую из промежуточных позиций. Обсудить концепцию, мастер накидает циферки, обсудить все, что ты захотел подогнать это под мир. Здесь вариаций этих позиций может быть огромное количество. Соответственно, в качество коммерческих игр можно включить то, что здесь это само собой разумеется. Да, мастер встает на позицию, что я продаю услугу, и игрок может попросить ту позицию, которая ему удобна. Два вопроса. Вы все время, говоря про качество, говорите про как, вы не говорите про результат. Я не разбираюсь, поэтому спрашиваю. Вы сказали, что так продается. То есть, что получит тот, кто заплатил деньги. Вот это обсуждается и только обсуждается. Будет вовлеченность, будут качественные фигурки, с тобой проработают цели и задачи. Я не смеюсь, я хочу понять, что я... Смотри, обычно... Другими коммерческими играми занимаюсь, интересно. Смотри, обычно люди приходят за экспириенсом и фаном. Это некая такая очень виртуальная вещь, да? Это сложно, я понимаю. Да, человеку прикольно в это играть или нет? Есть некоторое количество факторов фана. И у меня просто об этом есть пара статей, и они немножечко просто не в фокусе этой истории, потому что мы сейчас рассказываем про конкретно коммерческие игры. Много существует инструментов, как оценить, насколько игроку прикольно в это играть и сделать, чтобы ему было прикольно в это играть. То есть это тоже часть продажи? Мы обсуждаем экспириенс и фан? Конечно, да. Это качество, да? Это качество, конечно. Качество очень ёмкой категории. Ну, да. Просто проблема в том, что… Что продаём-то? Да. У нас просто есть огромная волевая теория, на самом деле, да, там от всяких больших моделей, там ещё чего-то, только как сделать качественный экспириенс. Вот. Но если сужить и сузить, да, то продаём-то, конечно, экспириенс. Можно более добавлять к экспириенсу. И ответ, собственно, на этот вопрос. Да, у игры, которая продаётся, есть определённый ряд параметров, которые её описывают. То есть чаще всего игрок, приходя, спрашивает, а по что я буду играть? То есть, что я буду делать? А как я это буду делать? И там начинаются моменты, которые используются и в обычных играх, да? Это формат оффлайн, онлайн, какие инструменты… Ну, это уже парамет. А насколько профессиональный покупатель у нас? Понятный вопрос? Ну, типа, чувак приходит и говорит, так, заявите мне седьмой вариант синий. Или приходит и говорит, слушайте, я слышал, что прикольно, но расскажите. Вот здесь довольно профессиональный чаще всего. У меня ситуация здесь нет. Да, очень варьируется. Понятно. Ещё вопросы? Нет, вопрос, собственно, наполнение, потому что Илья сказал, а что, собственно, покупает человек, приобретая книгу для прочтения? Мне кажется, здесь… Ну, да, да. Мне кажется, здесь какая-то очень близкая продажа, как с художественной литературой. Да, но у вас даже в художественной литературе есть краткое описание того… А про что книга это? Книга намного менее интерактивна, чем игра. Давай, сейчас, если я книгу прочитал, я, скорее всего, узнаю и почувствую, что заложила. Сейчас, сейчас. А тут, если я играю там не толком, я, скорее всего, экспириенсы получу мало. Знаешь, я бы так сказал, мой опыт показывает, что конструирование экспириенсов для конкретного игрока – это, ну, там, большой кусок вот этой профессии ведущего. Окей. Ты понимаешь, что за игрок, что он хочет, какой экспириенс ему надо. Лежит ли этот экспириенс в фокусе твоего проекта? Потому что, например, да, там вот у нас в проекте сказано, что у нас ограниченное PvP, и игроки-киллеры побаркалят не к нам. Потому что, если бы, убивать людей и кричать «сасайвалка», как бы, это не наш фокус. Поэтому, если я понимаю, что игрок этого хочет, я говорю, что… Ну, другие цели. Ну, например. То есть, это вот формат работает вместе. Вопрос про ответственность. Как вы достигаете некого консенсуса между мастером, который, допустим, готовится и должен провести игру в эту дату, и игроками, которые должны были бы прийти, заплатить? Это к тебе вопрос. Ну, с консенсусом степляется так. В среднем у нас выбирается, либо пребывается постоянно день, в который игроки играют, то есть у нас партия раз в две недели. Либо для сложных партий, которые не могут всегда играть в один и тот же день, мы создаем опросы с определенное время и говорим ребятам, например, пожалуйста, в какой день вы готовы играть из тех дней, в которые может мастер. И после этого, где-то от четырех игроков, в среднем, да, из пяти, мы уже собираем партию. Я привезу пример, может быть, вопрос. Если у вас есть специальный человек, который просто занимается... Допустим, у вас вы мастер, и вы готовы водить от трех человек. Вот мы собрались с друзьями, и готовы там, что, не знаю, послезавтра будет модуль, и вы уже там все подготовились. А я взял, и завтра снимусь, и два человека уже, и как, и что. Кто виноват? То есть нужно ли... Есть какой-то срок. Секундочку. Есть административные правила проекта, где все эти вопросы подробно разработаны. Если, как смотрите под организацией, мы подразумеваем набор обещаний. Наши обещания звучат так. Если к нам пришло от трех игроков, мы найдем их мастера. Если игрок снялся меньше, чем за сутки, мы не возвращаем деньги. Если игрок снял... Ну вот, короче, это административные правила, это как бы алгоритмизованно все. Ситуацию, где все-таки кто-то снялся, и там все пошло не так очевидно бывает, но это они уже решаются в порядке. Ну, кстати, на самом деле, не еще как, их не очень много. Нет, в смысле, что бывают просто самые удивительные способы сниматься. Вот, у меня такой вопрос, я вас упустила. У вас входит в качество, как бы, подбор аудитории? Я вот, ну, много лет покупаю корейческий риф. И знаешь, это невыносимо, если ты пришел на модуль, а там, ну, какие-то, не знаю, есть душнила, которые там, типа, вот мой тон, короче, третья страница, все было не так. Вот это я... Вот что сходить наблю, это я выбрал. Просто не играй с кронином. Смотрите, подбор игроков и работа с партиями, это прям вечная боль. И вот она у нас как бы записана в проблемах, потому что мы видели попытки структурировать игроков, там, начиная от барфла по типажам, написать 10 типов и попытаться собрать всех вместе. К сожалению, это работает очень плохо, потому что... Может, не локолапсируем? Во-первых, люди... Во-первых, люди врут. Ну, в смысле, точнее, не врут, а человек может считать, что он не адвокат правил, и не киллер, и не волш-убийца, а потом, как бы, прийти на игру и для всех... А сделать все три. Да, и для тех пяти людей из мира дивных замков оказаться вот этим всем. Это тоже обычный я. Вот. А может, как бы, очень сложно оценивать. Поэтому мы опираемся, собственно, обычно на практическую динамику. Ну, то есть, во-первых... Чего на списке делаете? Слушай, ты знаешь, вот у нас сейчас один человек прошел по грани. Вот человек за четыре года проекта умудрился такие вот обманом мастера получить себе плюшку. Надо вас поиграть. Как вы обрабатываете, что можно нам вот эту вот партийскую поменять? Ну, в смысле, меняем, да. Посмотри, логика примерно следующая. Раз, есть тоже вот в списке обещаний и в административном процессе. Раз, у нас все еще как бы не в фокусе ПВП. То есть, если у игроков... Мы не строим балансы с внутренними, сильными внутренними конфликтами. То есть, у нас может быть позиционный конфликт, но у нас нет конфликта формата... Да, 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 Русбар! Да, Русбар! Вот. Соответственно, если у игроков есть несовместимость, то обычно мы... Ну, на самом деле, я как это... Спасибо, Лао! Изрядная часть прихода людей работает примерно так. Люди собираются в партию, начинают играть, они понимают, что вот этим трем друг с другом офигенно, вот этим друг с другом офигенно, но месть им невыносима. Поэтому ходят эти двое, мы находим нового мастера, они находят себе трех игроков, с которыми им офигенно. Вот эти трое находят себе еще других игроков, а потом тоже ссорятся. Вот. И так появляется новая партия. И так появляется новая партия. Ну, на самом деле, как бы... Партия... 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 Вот у нас есть основные темы сеттинга, основные темы были... Там эксплорер, приключения, политика, тайны, интриги, исследования страны и нюхи. Обычно партия, как бы, наматывается вокруг какой-то темы, просто все еще есть люди, которые говорят, что, а, я хочу играть в исследования, а на самом деле я хочу строить тоталитарную секту. И все равно играет в инемах. И все равно играет в тоталитарную секту и в взрывы в метро. Но через некоторое время он просто отделяется отдельной партией. То, что обсуждали, решено в соседнем занятии, например, обучение английскому языку, другому языку детей. То есть, ребенка приводят в школу, и надо подобрать группу по уровню, если он будет ниже уровня, он не выучится слишком сильно. На уровне тоже ему будет скучно, и он там уйдет. Поэтому обязательно проводят именно пробное занятие, где выясняют реальный уровень. Ничего он про себя скажет, у меня там такой-то уровень, а настоящий. И после этого подбирают группу более-менее подходящую. Вот такая практика есть. Тут есть в этом моменте одно уровень возражений. Если мы будем подбирать партии примерно по уровню игроков... Я не про это сказал, где-то это вы тестировали. По совместимости. Что это? Тушнило, резкий, смешной... Да, потому что уровень игрока, понятно, у нас есть очень разные партии. Главное, чтобы всем было тестировано. Что бы уровень игрока вообще? А, не знаю. А, слушай, у меня шутливый вопрос. Тестировать на совместимость. На этот три вопрос вы доплачиваете мастеру, который будет вести партию Тушнило. Ты не понял, мы туда оставим мастера Тушнило. Он доплачивает! Смотри, у разных игроков, на самом деле, если послушать... Вот игрок покупает четыре часа времени. Игроки за это время делают очень разные вещи. Потому что есть, например, игроки, которым охрененно по фану два часа рассказывать, что вот на этой странице правил есть вот вместе с этим талантом, если мы сейчас вот такой хрен прикрутим, там будет восемнадцать кубиков, и сейчас так шибанет, что просто класс! Ну потому что, а когда это еще делать-то? Ну да, конечно. И люди радостно как бы приходят на платное время и радостно в это играют. Ночь не спал, готовился. Да-да-да-да-да-да-да-да. Это просто русский перевод, давайте откроем. Ты смеешься? Ты посмотри на лицо Росбарова, на которого я играю. Тихо, это серьезный вопрос так-то. Вообще-то разночтение, что не белокол, что не бутсу, это важная тема. Мы не откроем эту дверь в ад сейчас. Да, резюмируем давайте тему. Один из самых важных инструментов настройки игроков друг к другу – первая сессия. Первая доза наркоты, как говорится, которая выдается ровно для того, чтобы и мастер, и игроки помнели комфортно ли им друг с другом. Они что-то о друге узнали, они решили, интересно ли им играть дальше в таком составе. Если да, побежали. Если нет, то уже после первой сессии там отделяются двое, отделяются трое и так далее. Я бы все-таки, извините, со стороны. Я на первой сессии ставил бы другой главный аспект. Надо, чтобы игроки с первой сессии скажем – вау, хотим дальше. А вторая – как именно хотим дальше. И это тоже. Тут как раз у вас не совмещает. Есть такая вещь, что, во-первых, игроки всегда покажут себя. Ну, то есть, правда, стиль общения, стиль поведения, стиль решения задач. Если у нас в сессии есть, как в стартере какого-нибудь самого Скайрима, пять задач, решаемых пихью разными способами, и вот эти игрушечки на столе, как бы, игроки, обязательно что-то с ними сделают, и мы на них посмотрим. Они идут характеризуют себя. Конечно, да, потому что, как бы, у нас есть практич. Форматы игроки такие пришли, столкнулись с простой задачей на, как бы, дружим с теми или с этими, и страшно чётко поляризовались. Вот эти три пошли вот туда, а эти два туда. Просто, как бы, сразу поняли, что вот эти вместе, поэтому признак пойти нет. Давайте потихоньку двигаться дальше. Так, что у нас? Так, это 30 минут, это значит, что... Что, структурка, да? Да. Ну, в принципе, да. Я не уверен, насколько, как бы, интересно говорить о структуре. Я думаю, что это, может, буквально, кратчино. Потому что мы много говорили, там, что у нас дело в качестве. Да, да, да. Поэтому есть определённое... Слышь, ты за кого работаешь? Ты, может, ещё одну сейчас спросишь? Эквайринг. Так вот, так. Я, в целую правду. Все народы забыли. Мне хорошо это интересно. Вот, значит... Раз, раз, раз. Инструменты. Я вообще об этом на прошлом компоне рассказывал. Но эта штука достаточно прикольно ложится в понимание, что мы как делаем и что у нас есть в команде и как это работает. Вот. Есть такая моделька про то, из чего состоит игра. Я её называю. Четыре позиции мастера. Это некоторый фреймворк, как мы структурируем инструменты и формы работ сыгрой. Ну, как мы любим квадратичные схемы. Первый у нас лежит автор. Автор – это такой человек, который придумывает сюжет. Некоторые больные ублюдки туда ещё какие-то смыслы вкладывают. И это позиция, с которой мы придумываем историю. Чё, мир? Бэкграунд? О чём это всё? Зачем это всё? И так далее. Например, в нашем случае, в позиции автора, например, выступаю я как автор сеттинга. При этом в позиции автора часто выступает мастер, создающий сюжет. Потому что в партскопе есть большой сеттинг, какие-то его куски будут прописывать с конкретными мастерами. То есть у нас здесь лежит сюжет. Автор – подавтор. Здесь у нас есть смысл. Вот. И здесь… Автор – сфер – подавтор. Дальше, следующая. Ум – это дизайнер. На самом деле, конечно, не гейм-дизайнер, но так получилось. Сеттинг – это, наверное, имеет смысл обозначить небольшим словом сеттинг. Окей, сеттинг. Сеттинг. Сеттинг, пейтинг – вот это всё. Умное слово всё такое. Дизайнер – это такой человек, который от этого всего как бы смыслового информационного поля делает из него конкретные модели. Например, в большинстве Нрии позиция дизайнера вырожденная, потому что люди очень многие привыкли брать рульник и не писать его сами. Это, в принципе, достаточно удобно, потому что дизайн – большой, сложный процесс. Но, в то же время, здесь у нас всё ещё бежит выбор системы. Доработка. Потому что напильник никто не отменял. Совмещение вот этих вот смыслов и замыслов с тем, как мы их хотим, в чём конкретно мы их хотим выразить. Дальше. Вот эти две позиции, они находятся, на самом деле, такими, слегка вне игры и над игрой. В игры попадаем со слова «раскащик». Это тот чувак, который организовывает сам процесс. То есть здесь всякие инструменты, типа постановки камеры, о чём мы рассказываем, постановки сцены, настроение, организация пространства, картинок, медиа и так далее. Непосредственного взаимодействия, там, контроль спотлайта и так далее. Это именно непосредственный процесс игры. И, наконец, последняя позиция. Называется модератор. Не путать с рассказчиком. Любая игровая группа, она занимается всяческой групповой динамикой. И так сложилось, что ведущий в ней всегда является авторитетной фигурой. И на нём висит достаточно много ответственности по организации вот этого вот всего. Ну, собственно, сюда лежат вопросы про игрок не может. Тот игрок считает, что Васи его обидел. Тот игрок считает, что Васи играет неправильно. А когда мы собираемся, а как мы вообще играем? То есть это именно групповые отношения. Это проводящий мастер, ведущий. Это позиции. Это не люди, это позиции. Роль. Просто важно то, что в этом секторе у нас лежат инструменты, как мы делаем этот мир, отдаём его игрокам. А вот здесь лежат инструменты, как мы организуем групповую динамику. Управляем группу. Да, управляем группу. Именно людей, не персонажей, не трансляцией и так далее. На самом деле этим фреймворком мы просто достаточно сильно пользуемся, например, когда разрабатываем игру. Потому что понятно, что мы можем транслировать штуки вот отсюда куда-то вот сюда. Понятно, что на самом деле большинство мастеров у нас работают где-то вот здесь. Это очень весело, потому что, например, модерацией занимается администрация проекта, который вынесен отдельно. Я бы сказал, что где-то вот здесь. Ну да. Так, там вопросы или мне? А, это лаур поймошел. Вот. Хорошо. Вот как бы рассказали квадратик. Модераторы, видимо, сигналы идут от игроков куда-то там, да? Ну, сейчас мир и там правила вы транслируете там игрокам, а от игроков обратная связь. Ну, модератор в том числе, да, он занимается обратной связью. Тоже. Ну, это все еще позиции мастера, то есть это как у нас какой нет. Это все еще может быть как один человек, так эти роли могут распределяться между несколькими людьми. Да. Ну, если говорить, как у нас, например, модерация организована, у нас первый уровень модерации осуществляет очередной ведущей. Дальше, как бы, оно эскалируется до администрации, дальше уже до... Последнее слово за мной, как за краем этой всей системы. Да, у меня вопрос. А вот там к позиции дизайнера вопрос о том, как деньги конвертируются в экспу. Или у вас такой вообще нет проблемы конвертации денег в экспу? Да. 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 Есть какие-то ребятки, которые начинают делать осуществительные вещи. Смотри, есть. Есть модель называется B2B. Это модель, которую используют в мобильных играх. У нас модель как бы работает так. У тебя есть фиксированный объем игровых преимуществ, которые ты максимально можешь получить за одну игровую сессию. Есть прибитая цена игровой сессии. То есть, да, у некоторых игроков бывает больная тема, что мы можем играть раз в месяц, а вот эти уроды играют раз в неделю. Они там заплатили вам много денег, много наиграли. Что ты ловое лицо делаешь? Логично, кстати, про много денег. Да, логично. Но на самом деле речь идет не о много денег, а речь идет о том, что эти игроки много провели времени в мире и их персонажи многого добились. Потому что, на самом деле, во-первых, у нас нет игры без риска. Условно говоря, если говорить о том же дизайне, у нас есть уровни риска. Условно говоря, чем больше ты хочешь ресурсов, тем больше твой риск. И за некоторые вещи ты можешь потерять персонажа, например. Ну, то есть, как бы, есть игроки, которые играют там, у нас там альфа, бета, гамма, это называется. Есть игроки, которые, например, не резут в альфу. Потому что ты какой бы хочешь большую плюшку, заплатил много денег, пришел, потом тебе не выкинулись кубы, и твой персонаж, которым ты два года играл, взял. И XPA сохраняется после этого? Нет, XPA сохраняется. Что за XPA вообще? Можно я здесь наоборот? Это циферка, уровень, опыт, короче. Уровень игрока? Да. Вы качаете прям на клиентах, что ли, я не понял? Нет. Конечно, СВК. Тяжкий персонаж. Вы свой клиенту, типа там, первый уровень, второй уровень, нормальный XPA. Ребят, позвольте, я добавлю. Сейчас мы произведем на цехе свой вопрос. Я на предыдущий вопрос, собственно, хочу добавить чуть-чуть. Во-первых, ответ на вопрос, где вот в этой схеме лежит этот баланс, он лежит вот здесь, между дизайном, техническим и организационной частью игры. А конкретно вот во Фронтире он реализован еще так, что есть ограниченное количество сессий, которые люди играют за период времени. Как правило, оно соблюдается за редким исключением, когда там, допустим, был пропуск сессий, тогда играется чаще. Грубо говоря, одна сессия в две недели. Чаще сыграть все практически невозможно. То есть, у нас нет возможности набить просто себе? Нет, потому что, во-первых, мастер иногда хочет спать, во-вторых, мы стараемся немножко балансировать мастерское внимание между всеми игроками. Нет принципа, что ты поиграл 7 раз в неделю, а вот он играл 1 раз в месяц, он тебе очень сильно уступает. Нет, все играют плюс-минус, там, сравнимое количество. 900 тысяч? 900-1200. А скидки есть для этих, для старых друзей? В любви. Я говорю, в любви дороже. Но скидки есть, скидки есть. Вопрос. Ребята, сейчас там вопрос. Один вопрос только что ответили, я думал, вообще секретный. Значит, у меня вопрос, который может оказаться неприятным, поэтому я уступлю очередь. Ничего себе! Суперегован Станиславский! Нет, уже задавай! У меня вопрос такой. Если XPA прибита к игроку, а не к персонажу, да? Да, конечно. То на каком моменте происходит, ну в какой-то момент так или иначе происходит перекач? Есть ли вайпы? Смотри, значит, во-первых, у нас... Или пределы? Смотри, во-первых, у нас IQ driven system, а не skill driven. Ты можешь быть охрененно скаченным, придет чувак с альфа-шмоткой и тебя вот так пристрелит. У тебя основная проблема как бы твоей прокачки – это шмотки связи. Скиллы – это, конечно, ценно, но не в фокусе. Это раз. То есть, если ты такой потерял персонажа, который был в топовом обвесе, то дальше добыть себе новый топовый обвес требует некоторых усилий. Раз. Два. Потеря персонажа сохраняет XPU. Сейчас мы наконец, когда люди начали этим злоупотреблять, мы уделили частичную потерю XPU. Ну, условно говоря, вайпе минус 20%. Да, я просто хотел как раз договорить, что если есть такая система, понятно, что есть, ну, как бы, сюжет персонажа, но есть игроки, потому что не играют для этого сюжета. Не могли бы там рисковать постоянно, чтобы играть в альфа-режиме, чтобы набить себе, ну, понятно, да? Ну, смотри, есть проблема, что ты на это тратишь монет. Да, есть такие игроки, они рискуют, играют на высоком уровне, набивают что-то. Проблема в том, что при смерти персонажа ты альфа-шмотку теряешь. Ну, это понятно. Вот, то есть, ну, ты порисковал на игрок, порисковал, потерял. Ну, так можно, да, это как бы нормальная валидная стратегия, high risk, high reward. Ну, кстати, он не делает группа лун. Сейчас, стилкар. Я не знаю, можно бы лайфхак скинуть по поводу вайпа персонажа, вайпа XP. Вот, я нашел такую штуку, что XP возвращается персонажа, но не вся сразу, а там, кусками, там, за пять сессий, например. Прикольно, кстати, отложенный XP. Ага. Ага. Долгожданный вопрос отцени. И ЛТВ вырос. Давай. Давай, Цахис. А, так, так. Вопросы. Вопросы. Нам же заинтригованы. Ну, вот, примерно, смотри, это была основная тема сегодняшнего рассказа, на самом деле. Ну, вот я наконец услышал, да. Перейди на свой язык что-то ищешь. А, можешь, да, можешь сказать свое понимание, потому что интересно. Ну, мы, есть много людей, вот мы всегда создали какой-то тут же, да, которые любят компанию, которые любят долго играть в одном и том же мире, и... Ой, второй вопрос придумал, кстати. И... Причем не сказали про Organized Play сейчас, кстати, аналоги. Видеть последствия своих действий. Как бы, организовать это через базу игроков, через поиск довольно сложно, просто потому что вам нужно будет сойтись. Я понял, что основной частью вашего услуги, как бы, организация этого длительного процесса. Который для игрока крайне выгоден. То есть это вот... Я тебе даже больше знаешь, что скажу? Самый большой спрос и самый большой доход от игроков выглядит вот как. Вообще-то просто одна из фишек тех игр, которые я делал, это живой мир, который живет, ну, в фронтиру лет 15. Да, да, да. Это 200 лет отыгранных игроками истории. То есть можно найти игрока, в котором ты читаешь учебники истории, в дике, а вот этот вот он играл. И есть вполне себе опция внесения своего контента в мир. Я понял. Ты видел структуру нашего крауда. За своего персонажа, свой корабль, свой мир люди, правда, платят. Платят многое. Потому что, как бы, это остается в мире и другие люди в это играют. У меня вопрос такой все еще к альфа вот этим вот вещам. Я все еще их посленно коснулся. Ну, я понял. Есть ли у вас возможность передачи вещей и нет ли в этом проблем? Смотри, это работает примерно следующим образом. Чем больше уровень штуки, тем она более немножечко социально значима. Ну, смотри, гамма – это охотничий ствол, который ты можешь купить в магазине. Бета – это автоматическое оружие, которое, вообще-то, обычно у регулярных войск. Если оно у тебя есть, к тебе уже вопросы, если ты не связан с кем-то. Альфа – это ядерная мать ее ракета. Если у тебя есть ядерная мать ее ракета, и ты ее получил по связи вот как бы с кем-то, и вот набору каких-то историй, откуда она у тебя есть, то, когда ты закончился, и твой друг ее полутал, она, возможно, у него стала очень большой проблемой. Вот, поэтому тут логика все еще сильно в связях и сюжете. Нету проблемы, что, там, какая-то команда, например, не играла, там, не знаю, там… Команда шмоток и скинула на одного. Игроки очень это любят, да, наиграть много шмоток, скинуть на одного. Вот сейчас у нас есть… Сейчас, блин, кто его будет? А, это Валера, нет. Есть у нас просто как раз классическая… У нас, наконец, заверить правильные бомжи-убийцы, которые занимаются всем, чем положено. Есть даже, мне очень нравится термин «мердер-хорба», которые еще егут все, что движется, а потом убивают. Или в обратном порядке. И они прямо сейчас такие, правда, молодцы. Они нагребли сейчас себе ресурсов какое-то количество, нагребли проблем, потом убили персонажа, чтобы справиться с этими проблемами, и решили сохранить ресурсы. И выяснилось, что проблемы – это никуда не делись. Потому что они привязаны к ресурсам. Потому что, если ты, как бы, вот, завел какой-то предмет, который тебя убьют, и передал его другому человеку. Потому что люди, которые тебя убьют, они теперь убьют другого человека. Потому что это же, как бы, не мебиси в компьютерной игре. Мастера мастительны и злопамятны. Я нашел возможность PvP. подарить её другу. Я рефлекторно. Смотри, очень жалко, что здесь сейчас нету Лао. Он всё вот об этом бы рассказал. Вот. Ну вот так. Тихончиков, на самом деле, да. Мы тихончиков переходим к Санграду. А как раз Органайз Плей? Кратенько. Слушай, ну кратенько... Потому что это тоже одна из... Кратенько валью Органайз Плея. Ну, вообще, что такое Органайз Плей? Это вот те долгосрочные компании, про которые говорил Цахес. Они обладают обалденной ценностью для очень многих игроков за счёт того, что реальность мира поддерживает с количеством людей, которые в этом мире находятся. А когда игрок радостный повелитель мира с пятью своими друзьями, которые такие же повелители мира, это прикольно. Но когда игрок с вот таким сюжетом, который касается 60 человек, он чувствует себя гораздо больше королем полигона. И вот эта вот возможность роста вот этого вальио, она, конечно, складывается из возможности Органайз Плея. Там же для игроков, которые там всякие эксплореры и прочее, лежит создаваемый игроками контент. То есть, условно говоря, поскольку у нас есть механизмы включения контента в мир, то объём контента, который можно эксплорить, с которым можно взаимодействовать, он у нас прямо здоровенный и тоже увеличиваемый за счёт количества игроков. И, наконец, действительно, возможность взаимодействия сюжетки игры с живыми игроками, которые занимают важные позиции, она тоже растёт по мере вот разрастания конструкции. Так, Цахес, Липров, Крайки, Человек. Я просто писал. Ты так просто поиспалм был? Не, не, не. Он просто лапками машет. Илья, я согласен. Илья, все, все, все. Я шучу, я шучу. Цахес? Так, я снова два вопроса. Первый, простой. Давай. Который сильно упоминался. Если у нас столько людей одновременно играют, что случается, если одна партия наезжает на другую? Смотри, у нас есть протокол ПВП, тоже в орг структуре. Они работают следующим образом. Раз, нет прямого ПВП. Нельзя сказать, я знаю, в каком адресу эти уроды, я туда поехал, мастер, дай нам пространство всех убить. ПВП работает так. Раз, партия должна сделать какое-то действие, которое затрагивает интересы другой партии. То есть, ну нет, вообще, пункт первый, есть вариант согласия. Две партии сказали, мы такие, короче, встречаемся у АК Кораль, в Тумстоуне и просто стреляем друг по другу, пока все не сдохнут. Пока ни разу, кстати, такого не было, потому что почему-то все как-то ценят персонажа. Второй вариант. У партии сталкиваются интересы. То есть, эта партия говорит, мы хотим, чтобы вот в этой системе, значит, правили вот эти чуваки. И начинаем что-то для этого делать. А в это время другая партия делает для того, чтобы исправили другие чуваки что-то. В какой-то момент их косвенные действия начинают затрагивать друг друга. И когда это происходит, я говорю, ребята, вы сейчас находитесь в одном шаге от ПВП. Любая из ваших партий может коллегиально принять решение об участии в ПВП. ПВП случится, если две партии приняли такое решение. Если приняла решение одна партия, она теряет тот ресурс, за который она играла, сливает ставку и уходит без каких-либо последствий. Если принимают, сейчас я отвечу, я просто говорю схему, если принимают решение об ПВП обе партии, мы создаем в нашем понимании относительно ровное поле. Сейчас у нас к четвертому сезону начали возникать казусы, которые мы ручками стараемся разводить и потом на это решим. Когда, например, очень маленькая и очень дерзкая партия пытается затронуть интересы очень серьезных больших ребят. И очень не хочет понимать концепцию того, что ребята, если ты три шахтера с кирками, не надо выпендриваться на супер прокачанную спецслужбу, например. Но это тоже решается несколькими мастерскими рекомендациями, потому что люди обычно не любят ПВП без шанса выигрыша. У меня уточняющий вопрос по поводу, извините, термина ПВП. ПВП это же не боевой столкновение, это любой конфликт интересов. Смотри, что мы делаем, как выглядит ВП модуль. Первый шаг – это вход, это получение этой ставки, где у них столкнулся конфликт интересов. ВП модуль – это когда у нас создается общее пространство, в котором две партии ведут два мастера. На этом пространстве, как в песочнице, у нас лежат какие-то ресурсы, какие-то цели, какие-то задачи, которые партии могут выполнить. Приводя примеры наших ПВП, классический случай, приходят две партии в маленький городок, в котором им надо что-то найти. 80% времени они друг друга искали, друг от друга скрываясь, потом одна другую подставила, подхватила, расстреляла, те взорвали бомбу в другом конце города, все разбежались с некоторыми потерями. Другой вариант. Чувакам нужен суперкрутой хакер, который прям вот очень нужен, и тем и этим. А вот у этих ребят в их матрице есть замечательная развлекуха в стиле местного овервоча, в котором ты как бы доказываешь, что это хрустой пацан. Поэтому внезапно такие ребята говорят, ну как бы разберитесь в матрице. Взламывать можно, вонзаться можно, вот вам поле игры, вот вам правила игры, в которых ваш персонаж вообще не имеет значения. А имеет значение вот эти правила, вот это поле. Или две партии, которые работают на одну корпорацию и радостно написали друг на друга вот такие тонны доносов. Дальше им сказали, да вы задрали. Короче, приезжайте на ковер. Вот у вас как бы три дня, значит, это самое разбирательство, суд. И, как бы, у меня потом они такие спрашивают, а чё с ПВП же должно быть, можно друг друга убить? Я говорю, конечно можно. Смотрите, ты мог договориться с СБ, взломать драна, подложить им, кстати, вместе ужин или подложить им еду. Они такие, ну нас же бы за это отпиздили. Я не сказал, что это легко. А я говорю, такое, которое достаточно ровное. А ровное оно, потому что в одной партии я чётко знаю, если они начнут стреляться, кто победит, вот прям сразу. Поэтому я ставлю их в ситуацию, в которой, как бы, у них есть вот... Шансы есть у обоих сторон. Да, шансы есть у обоих сторон. Несмотря на разницу в прокачке. Да. Чтобы было интересно. Да. Чтобы это было, ну, как бы, некоторым осмысленным игровым... Было правильно сказал, что никто не любит сливаться просто так. Да, 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 конечно. Но... Есть и сфертование. Всем нужны бесспорные и красивые победы. Наоборот. Но тут... Главное, с какой стороны нюанса ты находишься. Вот, да. Хорошо. У меня такой вопрос. Как у вас происходит, как бы... Если у вас долго идёт кампейн и есть много лора, как вот новые люди, как бы, приходят, их там не смущает, что там... Кто играет уже 4 года, а этот там... О боже... Тот самый Хреналион 5. Все такие, знаешь, УУУУУ, и как бы, а новый игрок... Смотри, смотри, смотри. Есть общий корпус лора, который можно вгрузить достаточно быстро. Мы стараемся, во-первых, новым игрокам не давать лор сложных историй. Ну, то есть, как бы, вот, ты пришел и начинаешь с какой-то простой, понятной истории. Там есть те пацаны, там, не знаю, их надо довести ящик виски в точку Б, а потом ты узнаешь, что это вообще не виски, и ты курьер, и все сложно, и так далее, и ты это раскручиваешь по шагам. Потому что сталкивать людей, которые глубоко в сеттинге, с людьми, которые еще, как бы, не въехали, это тоже вопрос у вас совмещения игроков. Плюс есть, кстати, хороший механизм наставничества, когда люди такие себе в партию находят новых игроков, говорят, типа, чувак, ты вон только приехал, наш новый, там, наемный навигатор, чем-то, все объясним, как что работает. И, как бы, в процессе игры это все объясняют. Ребро? Когда тысячи игроков планируете в системе? И за счет чего? Смотри, сейчас мы делаем качественный шаг масштабирования, ну, то есть, вот мы сейчас провели три сезона, в которых выявилось ряд вот проблем вот по этим вот квадратам. То есть, сейчас мы делаем, во-первых, унифицированную систему эффективности персонажа. То, что я тебе объяснял про, там, экспу, шмотки и так далее, мы сейчас сводим к единому счету и правилам, как это получается и теряется. Дальше, вот эта вот структура кальфа-бета-гамма, она сильно позволяет делегировать мастерам. Ну, то есть, словно говоря, ты говоришь, мастер, ты будешь гамма-сюжеты, хочешь бету, запрашивай его до этого, потому что за этот ребенок отвечает он. То есть, это, вот, как бы, вертикально. Вы готовите структуру коллектив с правилами иерархи? Да, да, да. Ну, собственно, вот, как бы, у нас сейчас есть опыт, мы его сейчас структурируем к четвертому сезону, оно будет прям сильно-сильно бульдарным. И когда тысяча? Слушай, ну, ты такие вопросы задаешь-то, ну, может, через там лет пять, наверное. А может и нет. Я оптимист. Я оптимист, да. Как тысяча коробок продадим, так самопытно. Сейчас, 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 смотри, Юр, Юр, и все, как бы... Ты даже любишь. Понимаешь, после того, как некие компании Games Workshop и Wizards of the Coast прекратили сотрудничество с компанией Hobby Games, вот, у нас вот сейчас наша тысяча коробок потихонечку продается через Hobby Games, когда вот продадим... Это самый местный производитель, который... Поэтому, а дальше все зависит. А может быть, мы будем через год играть в Fallout. Тоже, в принципе, хорошее обновление. Уже импорта зависит. Да, да, вот это все. Инновации. Пойдем, да. Так, мне кажется, что мы все. Последний вопрос. Ладно, спасибо, я готов к парке встретить.